Я уже давно не говорю об этом, вам не расскажут по телевизору, но именно об этом вы не прочитаете и даже в СМИ, в свободных и полусвободных, потому что на эту информацию существует прямой запрет из Кремля. На 27 марта назначена всероссийская забастовка дальнобойщиков. Все тоже платон. Водители год копили деньги, работали, чтобы сейчас перед двукратным повышением цен на услуги Ротенберга начать забастовку и прекратить работать. И несмотря на то, что я редко в последнее время верю в какие-то акции, это является серьезной. И во всяком случае пока есть большой шанс, что она будет эффективной. Конечно, сразу продукты из магазинов не исчезнут. Пройдет месяц-два, а вот потом у нас, боюсь, появится шанс почувствовать забастовку на себе. Но в этих обстоятельствах нужно будет злиться не на дальнобойщиков, которые буквально стоят на грани разорения, а на тех, кому идут их деньги – Ротенберг и Чемизов. Посмотрите видео с секретной пресс-конференции. Почему секретной? Потому что до ее проведения хватало и провокаций, и задержаний. Это не про Трампа и не про Украину. Это про то, что на самом деле происходит в стране. И это важно. Видя это все, как изначально были все против, последние все против Дагестана, по крайней мере, 100%, требуют полную армину в Атону. Союз грузопереводчиков Кировской области. Я председатель Союза Саяк Валерий Сергеевич, член общественного совета при Министерстве транспорта Кировской области. Мы поддерживаем стачку полностью безоговорочно все требования. Почему? Потому что мы не видим, с кем бы я ни разговаривал, что за последние 10-15 лет ни одного закона не было принято для народа. Есть малые образующие города, в которых вообще нету завода, предприятия стоят. И людям, чтобы получить загрузку, надо доехать 150-100 километров до каждого образующего города. И представляете, они едут по трассе, и за это они платят платом. Плюс еще поездка на сервис. В чем эта система? Плата за тонн. Если машина идет пустая, а не везет груз, это во-первых. Во-вторых, нам постоянно полтора года суют этот пакет молока, что он подорожает на 30 копеек. Но я думаю, в магазин входит большинство, знают в последнее время, сколько подорожал этот пакет молока. И такое ощущение, что все дальнобойщики возят только это молоко. И нам предлагают себестоимость предложить платона, предложить на производителей. Но сами посмотрите, сколько производителей разогналилось. Если мы приложим на их плечи платон, они вообще категорически это не хотят слышать, то получается, что они и так уже наладом дышат, и им уже получится. Они будут неконкурентоспособны. И поэтому мы поддерживаем 27-го числа забастовку и согласны за всем требованиям. В настоящее время происходит сплочение грузоперевозчиков и дальнобойщиков во всех регионах Российской Федерации. 27-го числа мы выступим в едином стройке. Я считаю, что платон должен быть отменен. Единственное, что у нас не приватизировано еще в этой стране, это наши российские автомобильные дороги. Вот система платон, это первый пункт приватизации наших дорог. Профсоюз и его члены примут активное участие в проведении этой акции. Большое спасибо всем, кто поддерживает нас вместе. Николай Маквеев, территориальное отделение МПП Челябинской области. На дороге с 99-го года представляет профсоюз на Урале. Ну, на Урале это достаточно сложная ситуация, не только за платоны, за поднятие цены по поводу акциза. За прошлый год наши ряды очень сильно поредели, причем поредели не просто люди, выходили из профессии и бросали свои автомобили в металлолом. В городе Мясе трое водителей просто повешались. До этого и привели коллектора по просьбе банков, потому что те в свое время не смогли гасить кредиты. По этой причине есть среди наших водителей-дринобойщиков, ребята горячие довольно-таки, Урал, большинство охотники, решили взяться за оружие на время проведения стачки. Я их к этому не призывал, но я отговаривать от этого тоже не стану. Это их выбор. Они приняли решение у нас в Урале наказывать так называемых стрейбрихеров. Те, кто не присоединятся, пострадают, а то у тех, кто уже пострадал, и кому, по сути, терять уже нечего. Но кроме Платона у перевозчиков есть еще масса проблем, масса требований, которые почему-то до сегодняшнего дня закрываются в той или иной степени глаза чиновникам. Режим труда и отдыха слизан из Европы. Нам говорят, что это европейский опыт, прогрессивный, применимый к России. Глупость, бред. Тот режим труда и отдыха, который сегодня навязывается водителям, фактически отрасль автомобильных грузоперевозок делает не просто неконкурентоспособным, а вообще не способный что-либо перевозить в нормальные сроки. Кроме режима труда и отдыха водителей, есть еще также проблема автоматических весовых пунктов контроля. 27 числа 70% нашего региона полностью поддерживают данную акцию и будут проводить как активные действия в качестве акции, в качестве митингов, так и пассивные. Это не вывоз груза в нашем регионе, южно-федеральном, а также груза в другие регионы. Вы знаете, что Хантыйская, Мансийская, Юкогорская и остальные нефти сильно упали в цене. Раньше было хорошо, нефть продали, деньги расставали по карману, а теперь надо пересосить карманы своего населения. С кого-то надо все равно же эти деньги восстанавливать, так сказать, от того, что случилась трагедия для всей России. Европа дала меньше денег. Это плохо, конечно, что они не понимают, что мы можем жить только при 100 долларов монет. Как дети малые, понимаешь. Мы не можем жить при другой цене. И, конечно, то, что правительство принимает все законы, вы тоже читали, что те, кто пострадал от санкций, буквально минуту, да, те, кто пострадал от санкций, будут освобождены от налогов. Это где-то 200 человек, наших, так сказать, олигархов и высоких чиновников. Странные они люди, да, утопают в роскоши, топятся, а даже спаси не кричат. Не просят ни помощи, ничего от нас. Это все тоже диктую помощь. Поэтому важно, чтобы, конечно, не только дальнобойщики, хотя это, наверное, на сегодняшний день в России самая сильная, сгруппированная сила. Потому что увольняют с завода, вот только что в Челябинской области парни выступали. Но там же ведь вот и в Миасе, и в Златоусте по 2000 человек с завода выгоняют, увольняют на улицу. Не получается никакой бизнес, кроме одного. Людей на улицу вышвыривают. И гукурские шахтеры, и фермера Кубани, Липецка, в которых отбирают земли и тоже, в общем-то, не дают больше работы. Мы все единые россияне, люди своей страны. Мы все населяем вот это великолепное пространство России. Это наша земля, мы на ней должны жить, работать. И так как мы, мы народ. Это мы говорим, как надо делать и что делать. А правительство, как сказал Володя, дума и народ власть, а правительство наши слуги. Поэтому они должны, конечно, подчиняться требованиям своего народа. Референдум, так референдум. Забастовка, так забастовка. Правительство, выходи и решай вопросы с народом так, как оно должно быть. И не только одна отмена Платона. Потому что дальше Сократ пойдет, а дальше еще какой-нибудь спец или другой, вот наш философ. Мы не можем жить при таких законах. Спасибо. Вот такие мирные и очень умеренные требования игнорируются. Но они игнорируются. Люди силами не вышли, вы о чем говорите? Да. В общем, в этих условиях каждое социальное движение вправе выбирать наиболее приемлемые и законные формы протеста. И я считаю, что те социальные движения, которые оформились в течение последнего года и которые показывают, что в обществе есть чувство достоинства, они сами найдут оптимальные формы для выражения своих требований и своего протеста. Мы будем стараться, я имею в виду в нашей проекте организации, осуждать юридическую поддержку всем тем экономическим или политическим требованиям, которые будут гражданское общество, будет предъявлять этому, этой власти. Эти персональные конкретные, потому что власть, она реализуется в конкретных персональных. В президенте, в представлении правительства, в остальных членах правительства, в каждом депутатическом социальной думе, в каждом учении Совета Федерации, ну и так далее вниз до региональных властей, включая их, самым, и муниципальных чиновников. Почему здесь садоводная, почему здесь верная? Потому что если вот эта артерия лопнет, то кто будет возить продукцию по нашей России? Я считаю, что раскола нет, что нарастающими темпами идет объединение, и наше дело правое, мы победим. Я тоже считаю, что, может быть, есть некоторое, мы говорили, внутреннее противоречие, но раскола нет, потому что 27 марта все сообщества дальнобойщиков выходят на запасовку, на стачку. Запасовка намечается не на один день, а по заявлениям организаторов она будет бессрочной. И машины вдоль дорог в один момент, если не захотят с нами говорить, могут оказаться уже и поперед дороги. И поэтому не заметить их уже будет сложно. А вы слышали, да, вот из заявления Николая, из Мяса, что люди уже банально прижатые. Вот мы сейчас стоим, да, вот этой расстрельной стены. Ну приходите расстреливать, мы уже готовы, мы уже готовы к этому. Нас давят, давят и давят. Да, это не первый день, не первый месяц, не первый год. Говорят о поддержке бизнеса, я сразу же думаю, что надо готовить карман, выкладывать что-то из кармана, когда мне говорят о поддержке моего бизнеса. Поэтому люди настроены уже и браться за оружие, и перекрывая фразы, и коммуникации. А что еще делать? И останавливать коллекцию. Ну и останавливать коллекцию, тем более, что коллеги, те, которые понимают эти проблемы, они сами останавливаются. Дай Бог и Аллах нам победить. Спасибо. 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 Спасибо.